Кроме Христа, тут и спрашивать больше не о чем. Истина одна. Христос 14 глав 6 стих Евангелия от Иоанна говорит, «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». У вас, может, какие-то вопросы есть духовные о душе, о спасении, о вечности? Спросов нет. Я неверующий человек. А что значит неверующий? Неверующий как он? Совсем не видит, что творение Божие кто-то сделал. Как не верить в это? Я биохимик. Какие вещи мне неинтересны? Что, ругаются, что ли? Нет, он говорит, я биохимик, ему эти вещи неинтересны. Как неинтересны? Так это главная вещь. Только не ругайте, смотрите. Это главное. Для чего человек живет? Один вопрос. Знает ли он красоту Божию? Вот говорят, вы верите и едите хлеб. А я не верю. А мы молимся, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И поэтому я, выходя, беру как от Бога, хотя заработал. Потому что и пшеница, и земля, дождь, воздух, тепло, это все Бог дает. Поэтому я поел и благодарю. У меня по-другому пища идет. Потому что в радость. А другой, который поел, он пощамкал, встал и пошел, плюнул или еще что-то. Мы за все Бога благодарим. Потому что он допускает и опасности. Чтобы можно было пережить. А если Бог есть, да? Да, конечно, есть. Кто же это все сотворил? Почему тогда слишком много страданий? О, важный вопрос. Вот ваш вопрос как раз доказывает, что будет суд Божий. Иоанн Златоуст говорит так, патриарх Константинопольский. Четвертый век. Он говорит, Бог справедливый? Ну, все отвечают. Кто бы ни был, мусульмане, христиане, все говорят, да, Бог справедливый. А на земле справедливость? Нет, да вот как вы говорите. Почему столько страданий? Он злодей. И умирает никто не знает. Он миллиардер. Наша страна работали, работали. И вот так как Бог допускает на земле несправедливость, то, значит, справедливость восторжествует в другом месте. Где? За гробом, когда будет страшный суд. Почему тогда дети страдают, дети голодают, умирают? Ну, вопрос ставить. Дети в чем? Я еще раз хочу ответить вам. Вы слушайте только. Дело не в вине. Потому что человек жил много или мало, не этим измеряется, а верностью Богу. Будет он в раю или где. Ребенок маленький умирает, он не нагрешил. Он перешел раньше времени в ту вечную жизнь, которая прекраснее вот этой в тысячи раз. Ничего мы не потерялись. Когда получается наша жизнь не смысл. Да, это жизнь, только подготовка к будущей. Это наш полигон, где мы себя должны показать верными, щадами Божьими. Сколько ты здесь, чего за... Для Бога нет разницы. Так и Иисус же всех прощает. Ну, так и всех прощает, то кается. Вы правильно сказали? Да. А если человек не приносит прощения, не просит Иисуса войти в его сердце, не просит взять его грехи, как он будет прощать? Человек вольный. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь. Я вот 23 года Евангелие в руки получил. И 57 лет иду этим путем, страдая, мучаясь. А это все в радость. Я очень хочу, чтобы люди жили правильно. Начитал книги, а меня посадили. Я в пяти тюрьмах отсидел за Слово Божие. А это мне опыт. Я там благодарил Бога. Там преступники каялись. Следователь обратился. А за что? Господь, все, Бог. В его руке. Жизнь наша. Ну ладно, я подумаю насчет ваших слов. Теперь еще вот что, смотрите. Я нахожусь в Барнауле, Алтайский край. Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Да вы слово запомните, Игнатий Лапкин. И вы по скайпу зайдите, как-нибудь, Игнатий Лапкин, я там один такой. Я вам скину материал. У нас большой Ютуб. Ютуб во свете Библии, Игнатий Лапкин. У нас 17300 роликов. С Богом. До свидания. Любит человека. И он умер за грехи людей. Любит, любит. Ничего тут не поспоришь. Ну надо покаяние принести. Попросить Христа, чтобы он вошел в наше сердце Духом Святым. И исправил наш путь. И что, пойдет? Конечно. Я вот 23 года после армии пришел. По Евангелию. Хотя с детства верил в Бога. И уже 57 лет иду этим путем. Молодец. Сколько радости Бог дает. Сколько друзей. Сколько врагов. Это все от Бога. Сейчас я на работе у себя? Или дома? Дома? Дома. А какая работа у меня? Мне 81 год. Ну, правда, что какая работа? Да. Мы строим... А как вы уже не помогли? Мы строим православную деревню с нуля. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. И как? Получается? Получается. Народу только. Одна деревня наша на всю страну. Такая. А народу сколько в ней? Ну, народу немного. Я сейчас не знаю сколько. Батюшка знает, завтра приедет. Я. Ну, я не дождусь, пока твой батюшка приедет. Первым делом построили храм. Сами дома строили. На пустыре. Получили статус государственный. Государственную школу имеем. Ну, вот видишь, уже государство все равно ссунуло. А где государство там? Разраты, похоти, все-таки. И пьянки, и гулянки, и матрики. У нас этого нет. У нас в рот никто не берет. Вообще нет. Вот ты даже знаешь, что это такое. Ты все это виделся, знаешь. Ну, у нас нету деревни. Я про деревню говорю. У нас что, в общем, у нас этого нет, что пьянствовал. Ну, ты же не знаешь. Как не знаю? Я знаю. А что, ты каждого за ручку ходишь? Да никак. Все на глазах. Люди ходят из Паведы. Я говорю, пока твои глаза закрылись где-то на пять минут, они уже в кустах где-то шуканулись. Нету, 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 нету. Подожди, дорогой. Даже если у тебя интернет есть, смотри, да? Да. У тебя есть интернет. У молодежи он точно есть, правильно? Да. Вот они там видят вот то, что здесь ты видишь. Блуд, разврат. Вот эти вот мужики, которые вот так вот делают себя, каждый второй. Они это все видят. И вот ты думаешь, что-то их остановит сделать то же самое? Нет. Кто-то смотрит, а кто-то не смотрит. Потому что у нас интернет-то там слабый. Это первое. А второе, ему зачем смотреть? Я пришел проповедовать, чтобы люди это не делали, говорю им. Я им свидетельствую об этом. Знаешь, такой принцип, дед? Сколько ребенка не учи, вот если ему запрещать, он еще больше хочет. Ну, ты бери у ребенка конфетку, разорется же он. Мы должны трудиться, руки не опускать. Ну, давайте, только с ними строгой не будет. Вы видите, как вот, я просто свою биографию хочу показать. По милости Божией, Господь позволил мне еще в старое время, это 79-й год, насчитать почти 50 книг и растиражировать Библию, Златоуста, Житие. А потом распространил еще и архипелаг ГУЛАГ. И тюрьмы пресердных, и меня запечатали. Я в 87-м только освободился. Да в тюрьме сколько людей, в лагере сколько людей обратились, покаялись. Преступники. Абсолютно другая жизнь пошла. Мало того, что они дали ложные показания, а тут попросили прокурора по надзору, и изменили свои показания, рассказали, как все дело было на самом деле. А за что ты сидел? За слово Божие, за проповедь, и за архипелаг подцепили. Кроме того, брал интервью репрессированных. У меня стихотворения много, я задел Ленина. Ой, ну вот видишь, вот ты вроде ничего плохого не сделал, а тебя так вот... Ну и что? Мне разве плохо? Господь-то все учитывает, это моя награда перед Богом. Я на том свете награду получу. Господь говорит, радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас. И неправильно злословить меня гнали, будут гнать и вас. Это Богу угодно. Ко мне на счастье все расположено было. Думаешь, там судить будут? Да не надо думать, это Лермонтов еще пишет. Есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златы, и мысли и дела он знает наперед. Никто же не знает на самом деле, что там правда будет. Как это они... Вы зачем за всех говорите? Во-первых, воскресали, дальше слово Божие говорит. У нас в Барнауле я живу, так она умерла, и раз умерла, в морг ее отнесли. Она через три дня воскресла, Клавдия Устюжанина. А у ней на руках похороны, и все. И как ее препарировали мертвую, где еще разрезали, все у нее заросло, у нее рак был. Клавдия Устюжанина. И что она сказала? Ну а что она видела, то и рассказала. А вы зарядите Клавдию Устюжанина, и вы увидите, как ее сын теперь священник, отец Андрей, все рассказывает, что она видела, как было. Ну ладно, я понял тебя, дед. Ладно, наоборот, дачи тебя твоих. Так, зайдите, зайдите, Игнатий Лапкин, по скайпу, на меня, Игнатий Лапкин. И там я вам скину материалы. Вот в Ютубе у меня, лично моих, 17300 роликов. Куда-то столько их. Ну как, да, там все, миссионерская поездка, как я 38 книг выпустил, мои книги. И мы из Барнаула до Владивостока доехали, везде заезжая в библиотеки. Лиссабон, Скандинавия, Прибалтика, 650 городов посетили и сел. Я подарил везде по полному комплекту. Один комплект стоит 750 евро. На 35 миллионов подарок сделали библиотекам. А у меня еще... Ты что-нибудь хотя бы с этого получил? А? Что ты с этого хотя бы получил? Внутреннее удовольствие, что люди меняют жизнь свою, считая мои книги. Книги в пророческом духе. Это что я студентом, я в пяти университетах вел занятия, отвечал. 4124 вопроса. Проповеди, которые говорил. Это не просто книги, а книги, которые человека перерождают. Если вы зайдете на нас... Молодец, правда, что, правда, молодец, Ирнавай. Да. Самой Бог верен. Во славу Божию. Надо верить в Бога, жить свято, чисто. Ну, востроглазая. Ну, вас не ожидать увидеть. Да, востроглазая. Смотри, у нас Библия. Из нее мы свидетельствуем о законе Божьем, как надо жить. Потому что в рулетке всякая мерзость здесь. Здесь вообще, господи, стыдоба. Да. Вы видели, какие люди здесь попадают? Конечно, видели. Мы для этого и пришли, чтобы проповедовать. Если у вас будет желание получить наши материалы, запомните. Я Игнатий Лапкин. По скайпу зайдите. Я вам дам наши ресурсы на YouTube. Чем вы занимаетесь? Игнатий Лапкин. Чем вы занимаетесь? Два слова запомнят. Чем вы занимаетесь? Что? А чем вы занимаетесь? Чем занимаемся? Чем вы занимаетесь? Да. Ну, с чем? Сейчас я сижу, разговариваю с вами. А по жизни? Ну, а так, так. Мне 81 год. Чем я занимаюсь? У меня две голубятни. У меня прадедушки столько. Так, Володя, ну, ходи сюда. Сейчас подожди минутку. Пусть переведет. Что-то я не расслышал. Повторите. Они говорят, по жизни чем вы занимаетесь? Я был строителем. Строитель. Прорабом работал до армии. А после армии, когда я уверовал во Христа, уже мне не дали. На корабле работал. Ну, и начались преследования. А тогда не было интернета. И поэтому продавались эти катушки, 375 метров магнитофонные, магнитные, на каждую катушку. Это 4 дорожки, 4,7 скорость, в 8 часов 20 минут. И я насчитал Библию, Златоуста, 50 книг распространил в стране. И насчитал архипелаг ГУЛАГ первый на полную страну. И меня за решетку. Посадили? А за что? Ну, я архипелаг ГУЛАГ. Он сейчас в школе преподает уже. А тогда не разрешали. Ну, солженицы написывают, как людей арестовывали. Я брал интервью репрессированных. И все. Это на наших ресурсах там все. Так, что? Можно вам вопрос задать? Почему же нельзя? Я для этого и нахожусь, чтобы ответить. А почему вот, когда вы только нас тут увидели, вы сразу сказали, что я грешница? Ну, знаете что? Я сейчас отвечу. Мы все грешники. Я грешник. Святых нету. Господь омывает своей кровью незримо. Задача человек святой, уверовавший. Ну, допустим, так. У меня опыт. Мне 81 год. Но я сотрудничаю. Начальник детского лагеря. Я 45 лет. Строим православную деревню. То есть у меня опыт на всякие разные категории. Там в пяти университетах занятия вел. Три радиопрограммы. То есть со всяким родом населения. Маленькие дети, большие. И вот я сотрудничал с тюрьмой. Помогал. Бесплатно. Мне за это не платят. Идем по камерам. И вот так откроют женскую. Она вот так вот зайдет. Вот так вот. А, вот как вы. Я говорю, что грешница-то испугалась? С чего ради? Я просто не ожидала увидеть вас здесь. А вы имеете в виду? Здесь хватаются такие вот люди просто без мозгов. А вы такой мудрый, мудрый. Ну, если у вас будет желание, только запомните. Игнатий Лапкин. Зайдите по скайпу. Мы запомним. Игнатий Лапкин. Два слова запишите, а то забудете. Ну, запомним. Мы видим. Запомните. Игнатий Лапкин. Лапа – это уменьшительное слово. У нас здесь YouTube. Очень большой YouTube. У меня 17 тысяч 300 роликов. А подписчиков сколько? Подписчиков немного. 42 тысячи. И 42 миллиона просмотров. А вы откуда? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Вот моя биография. Хорошие вы девчата. Вы мне очень понравились. Не раздетые. Никаких пакостей нет. У вас лица такие чистые. Вы обязательно в православный храм сходите. Где церковь есть. Достаньте Евангелие или Библию. Потому что жизнь эта коротенькая. Даже не заметишь, как промелькнет. А там суд Божий будет. И кто верил во Христа, жил по его заповедям, те пойдут в рай. В царство небесное. А грешники, вот эта рулетка, все в ад с сатаной. Говорят, плащ из крежелых зубов – бесконечный огонь. Конца не будет. Вот страшно, что. Мы встретились по-хорошему. Если у вас будут вопросы, задавайте. Хорошо. Спасибо вам. Если вопросы будут, приготовьте. И по скайпу зайдете, я вам буду отвечать. Тем более, если я вам дам свои ресурсы, сайт у нас называется. Там 38 моих томов книг, мои книги. Там вы увидите... Можно писать? Да. Вы увидите там все. Там просто море информации. 50 книг моим голосом, аудио насчитанное только. Включай и слушай. Такого сайта и форума, а форум 1600 тем. Нету нигде в интернете. Ну, представьте, 17 тысяч 300 роликов. Больше двух тысяч ни у кого нету. Да. Вот когда я писал книги, это 9 лет ушло. Я провел за компьютером больше 30 тысяч часов. 30 тысяч. Самому пришлось даже верстать. И даже в фотошопе работать тогда. У меня много друзей помогали. Поэтому я отвечаю на 4124 вопроса. Каждый вопрос включает в себя, что об этом говорит Библия. А Библия, вот в корочках, здесь 77 книг в ней. А разное по величине. Что толкует святые отцы? А это 300 томов. Что говорят каноны? Жития святых. 1173 биографии. И в каждый вопрос все включает. И мировое искусство. Галерея мира. Поэты. Вот у меня 26 том. Там я отвечаю студентам, что по этому вопросу говорили русские поэты. На каждый вопрос я беру 6 поэтов. А их 300 поэтов за 300 лет. Это очень интересно. Очень интересно. У человека кругозор сразу расширяется. Так что наша встреча была не случайная. Я молился сегодня, чтобы Господь дал хороших людей. Нам нужно идти. Нам нужно идти. Так что? Ютуб называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» канал. Вы прям сразу сейчас зайдете. «Во свете Библии». Ну-ка попробуйте. Спасибо. До свидания. Им идти надо уже. А идти надо? Ну с Богом. Все, они ушли уже. И воскрес для нашего оправдания. Верю, конечно. Молитесь? Не всегда. Ну, видите как. Если человек верующий и не молится, то ничего и нет. Потому что без Бога ничего не значит человек. Господь говорит, без меня не можешь и делать ничего. То есть Господь содержит в своей руке всю Вселенную. И поэтому все народы, которые знают Бога, хотя бы как-то, они молятся. А они молят. Никакого счастья, по-настоящему счастья нет. 86% разводов в стране, в России, в первые три года. И другого нет. А у нас, у христиан, я даже не знаю, есть ли разводы или нет вообще. Повенчались и живут. Ни одного аборта нет. Если у вас есть желание больше узнать, вы можете в скайпе зайти на меня, Игнатий Лапкин. Я вам покажу на наши ресурсы. Ютуб у нас есть, большой форум, сайт. Игнатий Лапкин. Продолжение следует...